Задача, основная наша, это теперь твой верх привести к твоему низу, а низ еще улучшить и сделать еще более глубоким. Ну, в основном, у меня провал в этом. Между ног провал. Провала нет, просто ты его явно не делал. Я посмотрел и твое видео, где ты приседаешь, у тебя, кстати, нейтральное положение ног. Да, да. А нейтральное положение ног включает, как раз таки, больше у нас квадритовки, включает, да, внутреннюю поверхность бедра. Хотя широкие приседания, в любом случае, они более энергоемкие, будешь женские делать приседения. Ну, я их люблю, да. Они, посмотрите, потрясающие упражнения. Ягодичный мостик делал его, кстати говоря. Потрясающие упражнения, очень хорошие. Ну, то есть, нет же этих упражнений. Абсолютно. Вот, это глупость. Да, ребят, всем привет. Роман Халиулин. Я еще ни разу не представлял такого человека на канале, да и в целом. И думаю, мало кому вообще такое счастье выпадало. Ребят, чемпион России, чемпион мира, профессионал, IBB, Pro League, NPC. Все за один сезон. И все за один сезон. Все за один сезон получилось, да. Всем привет. Элит-джим-армия, представитель. Соответственно, мы в клубе Элит-джим. И сегодня для вас мы снимем тренировку груди под моим руководством. Потому что вот так сложилось. Роман выбрал меня для того, чтобы я его привел к квалификации на турнир Мистер Олимпиад. Сразу оговорюсь, что это не Руслан, как некоторые там говорят, подлезал, подманил меня пачкой протеина и так далее. В компанию... С генетиком я заключил, так скажем, контракт еще до того, как попросил Руслана подготовить и вестись под его руководством. Поэтому это отношение, в принципе, никак не имеет к нашему сотрудничеству. И я Руслана попросил, а не он меня. Всегда на генетике смотрел ролики различные с соревнований Руслана и так далее. Он какие-то моменты о подготовке своей оговаривал и так далее. И мне это все просто импонирует. По большому счету, грубо говоря, мое видение примерно такое же, как у него. То есть те вещи, которые он рассказывал, я вот так вот сидел в монитор, смотрел и кивал. Окей, да, это тоже с моей философией, с моей подготовкой. Поэтому, когда, так скажем, тренер и подопечный на одной волне и нет конфликта интересов, так сказать, а давай сделаем вот так, а давай сделаем вот так, мне это импонирует. Поэтому я готов полностью доверить свою подготовку, свое здоровье, в первую очередь, Руслану. Потому что знаний достаточно много. И кто бы там как и не говорил в интернете, кто бы там не хаял и так далее и тому подобное, Руслан очень такая энциклопедичная, ходячая. Вот, кладезь знаний, познаний и так далее. Поэтому я уверен, что все будет грамотно. Готовимся мы примерно на август-сентябрь на NPC-турнир уже про получать квалификацию на Мистера Олимпия. Прямую квалификацию, да, не по очкам, не по баллам. Для этого нужно выиграть про-турнир. Да, мы говорим, что турнир это прям такая задача. Я считаю, что по очкам, ну, не путь для Рома, он должен пройти выиграть. Мы в любом случае построим сетку с нормальными периодами отдыха между турнирами. За календарем вместе сядем. Мы посмотрим, где будет наша номинация. И на самом деле буду, скорее всего, с Романом ехать вместе, потому что по любителям в той же категории. Может, выйду там, где-то, по стаю с ним в про. А было бы здорово взять по любителям категорию абсолютно. Абсолютку получить про-карту и на следующий день вместе выйти в про. Я буду просто портить грим остатки. Мы походили на дорожке, это прям обязательно, это нужно, 5-7 минут. Сейчас мы должны сделать очень быстро поясницу, пресс, мышцы кора разогреть, продолжить разминку нашего Тулова и отправиться на тренировку груди. Я уже сегодня походил по залу, хорошо оборудован в зал или джим, и нашел тренажер. Я его уже даже попробовал, можно ли в нем делать то, что я хочу. Все, пойдемте, разминаться. Погнали. У нас очень хороший запас по времени. Действительно, у нас очень хороший запас по времени, это очень сильно радует. Потому что и я просто, по крайней мере, буду видеть результат работы. За эту динамику мы реально сделаем верх, я думаю, там, ну, где-то по цели мы даже сделаем твой замер. Ты сделаешь сейчас до начала. Я хочу, чтобы ты был где-то, вот сейчас на тебя замерим, чтобы это будет массовый набор и так далее. Ну, в финале уже перед подготовкой, я хочу, чтобы был, к примеру, плюс 5-7 сантиметров в плечах. Делаем гиперэкстензии в начале, потому что это надо. В конце будет лень, в любом случае. Никто ее не будет делать. Да, плюс мы тут корпус, весь прогреем, мышцы кора. Называем упражнение гиперэкстензией, но, как раз таки, гиперэкстензией делать нельзя. Слово гипер означает перья, переразгибания. Переразгибания запрещены, да, вот мы видим, вот, мы выпрямляемся с вами в одну линию. Все, вот, у нас идет бедра, все, выше линии ног нельзя подниматься. То есть, вот, закидывание себя с разгоном наверх, это самое страшное, что вы можете сделать для своей поясницы. Для экономии времени, а я всегда пропагандирую, я буду, какая грин ходить в капюшоне. Он просто упал на голову. Я пропагандирую, время экономить, потому что можно что-то почитать, поработать, поучиться. Мы сразу без отдыха делаем планочку. Планку мы делаем в особом виде исполнения. Нам это не показать, только можем объяснить. Мы во время выполнения планки параллельно на выдохе делаем вакуум. Опять же, мы совмещаем все в один режим. Почему? Потому что при позировании на сцене статическое напряжение всего корпуса плюс вакуум, это не просто вам перед зеркалом постоять, живот втянув. Нет, когда вы стоите в позе, в максимальном напряжении, это совершенно другое. Держать вакуум, поэтому для атлета сразу такая постоянная подготовка сразу к турниру. А девочки могут в этом же положении просто поднимать поочередно ноги, тем самым нагружать одновременно еще и ягодичные мышцы. Ну и животности будут делать тоже, но так могут девчонки делать вот таким вот образом. Планочку, и мышцы корпуса будут тренироваться, и ягодичные получают дополнительную нагрузку, причем очень такую изолированную, четкую, очень хорошую. На самом деле я еще ребятам стараюсь все объяснить, потому что для меня-то это... Спорт – это моя любовь, спорт – это моя жизнь, но это не мой хлеб. Я не зарабатываю... Я, конечно, получаю оплату за свой труд тренерский, но это так. Просто то, за что не платят, это не ценят. Моя задача, ребят, еще научить, потому что они смогут ретранслировать эту информацию, полученные знания своим ученикам, своим клиентам. Это очень круто, потому что то, что смогут дать они ученикам, не смогут другие. Это их конкурентное преимущество. В моем излюбленном стиле, ребят, будем делать первое упражнение. Бабочка. Называется «Жор Пэк Дэк». Но делать мы будем его не как все делают. А вы помните, да, мне очень нравится работать, когда одна сторона, односторонним в статике держим, сохраняем их на постоянную нагрузку, то рукой работаем в динамике. Здесь «Жор Пэк Дэк» позволяет работать таким образом, поэтому сейчас... В общем, надо, чтобы он заплакал на первом же упражнении. Вот. От пампа, от максимального пампа. Тем более во мне. Рейдж 2.0. Цитрулин и аргинин. И, кстати, совмещать цитрулин и аргинин полезно. Недавно был у меня вопрос в Инстаграме, что лучше. Лучше их совмещать. Сам по себе цитрулин, ой, сам себе аргинин, ну, кетоглюторат, он будет эффективнее в плане пампа, но у некоторых он может не сработать. То есть, если у вас неполноценное белковое питание, организм может пустить струминую красоту по совершенно другому пути. Используя цитрулин, 100% он превратится в аргинин и заработает для пампа. Ну, в чуть меньшей степени эффективности, но плюс цитрулина огромный, это выведение продуктов распада. Это более эффективное, чем у солей чистого аргинина. Поэтому, видите, тут есть плюсы. Тут есть плюсы. Если их вместе выпить, то совсем будет огонь. Да. Итак, в общем, Рома даже видео мои видел, поэтому в курсе, да, тех вот движений, которые я рублю на плечи, я показывал. То есть, как классически выполняют это сведение, да. Человек сел, поехал на выдохе, на выдохе, да, Роман? На выдохе все время. Это самое сложное было сегодня. Да? Сведение выполняет. Но мы же будем делать таким образом. Мы свели руки. Одна в статике пошла. Пошло движение. Раз. Два. То есть, вот в этой фазе мы не расслабляем грудную. Это пиковое сокращение. Мышца сжата постоянно. У вас, так скажем, ваш вот этот вот фон закисления увеличивает проницаемость клеточных мембран во время тренировочного процесса. И вы будете лучше расти, вы будете лучше чувствовать ваши мышцы, научитесь лучше их контролировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долгий подход получается. Каждая, другая поддельность. Особенно важны тренировки Ромы наверх в тело. Потому что ногами проблем нет. Приводящие мы это все сделаем. Многие, конечно, мы тоже сделаем лучше. Там тоже будут статики, на самом деле, много. Потому что столь феноменальную глубину мы ее еще сделаем глубже, чтобы прямо аж... В принципе, ребят, по лицу атлета можно отслеживать степень до того, как у него забивается мышца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, значит, работа на камеру. Сразу дышит правильно. Сразу молодец. Очень хорошо. У меня в общей сложности где-то по 5 повторений я делаю. Потом я уже терплю. И это очень хорошо. Первые 5 комфортно, но потом уже просто... Это тоже статика. Жжение безумное. Это, ребят, и есть время под нагрузкой. Поймите, когда вы кучу движений совершаете в зале, вы теряете нагрузку на многих фазах. Вот здесь у вас нагрузка постоянная. Вы сами видите, она всегда мышца в напряжении. И вы многие уже слышали, да, факторы роста, время под нагрузкой, да, непосредственное, постоянное мышечное напряжение. Но ведь это не только на словах должно выглядеть, да. Это должно реализовываться в процессе тренировочном вашем. А достигнуть этого можно, краски, верно выполняя. Да, это амплитуда движения, да, не втыкать в замки ваши суставы. То есть амплитуда 95%. При этом ее можно увеличить и сильнее, не выпрямляя до конца суставы. Мы вот пример возьмем, да, разгибание гантелей из-за головы. Вот когда мы руку разогнем, вес будет стоять у вас полностью на ваших суставах, да. И, казалось бы, до конца не разгибаем хорошо, теряем амплитуду. Вам ничего не мешает в этом положении отвести локоть сюда. Все, растянули сильнее. Можно. Вот я еще два походу. Все будут говорить, да, ничего нового. Чего уже смотреть? Да, конечно, ничего нового. Но вот этого ничего нового никто не делает. А потом начинаются проблемы. Я не расту, наверное, мало ставлю, надо добавить. А чтобы разобраться именно в тренировочном процессе, что на самом деле, может, вы даже не вырабатываете того, что вы делаете, это очень тяжело. Мы коснулись авторника этого разговора. Я как раз-таки ребятам рассказывал. На самом-то деле, касательно дозировок, допинга, ведь это есть у каждого. То есть любой спортсмен может это использовать. Может использовать в два раза больше, чем, например, Роман. И тут ничего не поделаешь. Еда. Он может съедать больше, чем Ромка. Или так же питаться. Один в один. У него могут быть точно такие же добавки. Один в один. То есть, но у спортсмена есть то, где он может обойти своих конкурентов. Это, а, его тренировочный процесс, который может отличаться колоссально. Это его восстановление. Это его нормальный жизненный график. Чистое питание, нормальный отдых. Вот тут и рождается профессионал. Потому что есть такое количество ребят, которые тоже большие молодцы. Они занимаются, но они весьма посредственно выглядят. Притом ставят колоссальные дозировки. А другие ставят меньше, но выглядят гораздо лучше. Когда вы поймете, что фарма на самом деле находится где-то на четвертом, пятом месте по значимости в пирамиде, у вас начнется настоящий прогресс. Для людей очень тяжело это донести, что тренинг все это херня, питание все это херня. Спорт пить ни у кого не работает. Нужно набирать больше и колоть чаще. Но на самом деле все это в совокупности дает определенный результат. Правильно, Руслан говорит? Просто вы, может быть, даже не вырабатываете того, что вы делаете, из того, что вы делаете. Именно на тренировках. А тренировочный партнер или тренер рядом, который следит за дыханием, и считает за вас повторение, повысит вашу тренировочную КПД на несколько десятков процентов, на те же самые 20-30. Потому что, каким бы профессионалом вы ни были, но одно-два повторения, когда максимально уже тяжело, но вам их надо отработать, вы просто расслабляете и не делаете. Но когда вы тренируетесь с партнером, либо с тренером, к вопросу о том, зачем нужен тренер, по большому счету, а когда он еще и рядом, тренировочная КПД и результативность тренировки, она повышается просто на несколько процентов. Поэтому тренируйтесь, мотивируйте друг друга, используйте добавки. Кто-то там соревнуется, использует допинг, но помните о том, что это все нужно вырабатывать лежа на диване. И что все это все равно вредно. И это вредно. Мы занимаемся профессиональным спортом, мы не ведем речи о том, чтобы быть здоровыми, но максимально нужно попробовать сохранить здоровье. Мы ведем речь о том, чтобы быть здоровыми. Максимально здоровыми, максимально долго. Мы разминали грудь, мы наполнили ее кровью, мы сделали ее... Мы закончили тренировку. На самом деле, Рома, я всегда спрашиваю, когда начинаю работать с человеком, какие есть затыки по здоровью. Он сказал, что у него было есть дискомфорт в груди с работе, с большими весами. Поэтому, чтобы как раз таки нейтрализовать вот эти вот все моменты заранее, мы... Тут у нас и предварительное утомление большое грудное произошло, и максимальный памп, она уже устала. Поэтому теперь мы будем делать жимовые движения уже с меньшей, как бы, так скажем, опаской. Потому что в них он уже весь свой силой панциал не реализует, банально потому, что он уже чуть-чуть подустал. То есть более концентрированная работа с умеренными весами. Эго мы оставляем на тренировке. Как правильно говорит, он второе место, да, занял после Брэндона. Кто второе место занял? Маленький Брэндон... Брэндон первый стал. Брэндон первый стал. Второй. Лисукова он еще проиграл. Все, Бонок. Болем Бонок. Он говорит, я эго оставляю перед тренировкой дома и иду работать именно мышцами, а не эго. Поэтому, поэтому нетравмированный. Итак, теперь мы идем в жим штанги под 30 градусов на скамью. И, возможно, кто-то из вас подумает, что это наверх груди упражнение, но вас их обманули. Это не так. Потому что, если мы хотим в подобном жиме сделать нагрузку более акцентированную на верхнюю область, то угол должен быть не 30, а 45 и даже 50 градусов. Что? По пятнашечке? И сколько? Да, давай ты вещи покажешь, как ты выжмешь. Я хочу посмотреть, куда-то опускаешь штангу. Можешь замки не одевать. Гриф не упадет из рук. У вас должны быть всегда кулаки, так скажем, над локтями. Вот опускай. Опускай, да? А вот тебе, кажется, вот внутри. Хват чуть пошире. Не только ширина хвата, но и наклон. Смотри, у тебя, видишь, немножечко находились вот руки. Ты боролся с ним, а ты вот сюда немножечко, да. То есть, ты чуть-чуть локоть к себе и чуть-чуть к кулак сюда. То есть, то же самое точка, получается, у тебя приложение, когда ты опускаешь, в проекцию волокон. Ну, вот теперь у тебя... То есть, тебе не нужно будет бороться вот с этим вот движением. Давай, не заворачивай кулаки на себя. Вот так чуть-чуть, да. Кулаточки чуть назад, да, вы видите? Чтобы они были под твоими кулаками. Не натягивается глубже? Да. Все, ну, у меня вот максимально, ну, я не вру. Оно мне до касания не заходит. Лучше повесим побольше. Всегда, ну, прикиньте, у него ниже не опускается. Я его просто не могу опустить. Причем, что у меня небольшой мост в поясничном отделе. То есть, я немножко выгнул. Это еще один момент, почему, ребята, я вам говорю, что под 30 градусов работает никакой не вверх груди, это просто обычный жим на все области груди, потому что в любом случае вы будете чуть-чуть круглить поясницу, вы будете сжимать лопатки, и будет вектор идти на всю грудную. То есть, чтобы нам нейтрализовать притащить, но задача это сейчас просто не стоит. Мы наверх груди еще там сейчас сделаем акцент дополнительный. Я думаю, что тут нужно на фероподходе килограмм 70. Ну, давай, давай, попробуем. Я же не знаю, может, ты там скажешь. Я не работаю с большими весами. Я там 100-500 жуму, как бы, и вообще. Вот, а у меня силовые достаточно скромные. Я стараюсь сконцентрироваться на работу, поэтому... Ты же знаешь, в интернете все любят, всем интересно. расскажи нам свои максимальные силовые. Надо же познакомить, ребят. Когда были? Ну, вообще, да, вообще, что было? Когда ты ел много пельменей с майонезом, и... Так, был у меня тогда вес 101 килограмм, это было, наверное, году... Да, в 2016 году я еще не выступал по возибилдингу, но планировал. Приседания у меня были 280 килограмм на раз, вот, 250 я приседал на 5, 230 на 8, и 200 килограмм на на 15 или на 14 повторений там было у меня в бинтах, соответственно. Ну, в таких простеньких бинтах, не лифтерских. Вомлю? Да. Причем, это был один большой лифтерский бинт длинный, и он разрезан на всех пополам просто. Черные такое, без полосочек, они уже вытянуты были. Жим лежа. Как раз-таки, когда я вот немножечко воспалил свою связку, хотел выступить по жиму лежа, дошел я до 175 килограмм на раз, тоже привесить 100 килограмм. сжимовик совсем. Ну, и стану в ультягу я тоже сделал 250 килограмм на 3 повторения у меня было. То есть, ну, такие силовые показатели, поскольку, постольку. Все, а основное, я как бы стараюсь работать именно мы. Это же все еще в турашку было, или уже? Нет, нет, это уже было при применении... Понюхал пробку. Да, понюхал пробку. В общем, вот мой результат. 70 килограмм на 12 повторений. Ну, я думаю, мы сейчас с тобой повесим по 5, ты сейчас соберешься с духом и сделаешь 14 повторений. Можно сделать и больше повторений. Все зависит от качества выполнения каждого повторения. Можно штангу, грубо говоря, бросать к себе на грудь и отжимать ее намного речи. Но если вы работаете на мышцах, работа должна быть просто концентрированная. И при концентрированной работе именно грудными мышцами с большими такими критичными весами работа невозможна. Лично для меня. Ну, с максимальными уже никак. Там вы думаете про вес, там стрессовость нагрузки очень высокая. Я, то есть, вообще не сторонник сверхстресса в плане перегрузки ЦНС. Это не дает никакого эффекта положительного для здоровья. Может, редко, там раз в 4 недели. Да, не чаще. Не то, что это мы истину глаголим по большому счету. То есть, есть тяжи, да, которые работают даже на подготовке в порядке там 8-10 максимум повторений с очень большими весами взять того же самого Шоток и Германяна. Вот, Леха Кузнецова взять. На самом деле, я бы даже сказал так. Можно включить таймер, чтобы он пропикал вам через 40 секунд и вообще не считать повторения. Вот так делайте, как будет делаться в комфортном ритме с комфортным, правильным дыханием. Можно первые повторения на критинфосфате быстренько отдолбить, пока у тебя еще есть энергия. Дальше потихонечку доработать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова отлично. Это был отказ. Честно. Обратите внимание, Рома дожал бы сам. Это ясное дело. Но вот этого не нужно делать. Когда вы видите, вы страхуете вашего партнера и у него начинается стопор, помогайте в его ритме довести. Не надо, чтобы он в конце началось вот это вот, организм подстроится, включит максимум всех своих ресурсов, самые сильные мышцы. Потому что сейчас Рома делает, видно небольшую диагональ. Это, скорее всего, дает знать его старая воспаленная связочка грудная. У меня еще небольшая как бы такая, может быть, ввиду того, что я там еще борьбой до этого занимался и постоянно у меня сумка на правой стороне. Так-то, по сути, это в жизни незаметно, но когда позирую, это там есть момент. И мышцы по-другому развиваются. Да, да. Вот поэтому у меня в некоторых движениях на грудь я лучше чувствую, там, к примеру, правую сторону, а в некоторых движениях на спину. Я лучше чувствую, как левая сторона сокращается. То есть, немножечко такие индивидуальные особенности в тренинге. И с этим нужно будет работать. Расскажи о впечатлениях. Вот, такой феноменальный сезон, да, то есть у тебя такой сезон, ну, вот, наверное, как у Ашотика, как Громняна был, да, в свое время, когда просто, фу, все, взял один сезон. Все выиграл. Какое ощущение, когда выигрываешь, вот, ну, такие высокие титулы и подряд? Блин, я не знаю, как объяснить. У меня нету такого эмоционального потрясения, какого-то сильного. Такое ощущение, как будто, это, знаешь, должно было случиться. Я был к этому максимально готов. Вот, и как-то, ну, выиграл. Все отлично. Вот такие титулы достаточно высокие. А я к ним отношусь, ну, как-то вот такое внутреннее ощущение, что, ну, все, я продолжаю дальше свой путь. Вот, теперь про и так далее. Когда, блин, вся семья все поддерживает, там, жена, дочки и так далее. Вот, колоссальная вот эта вот такая. Знаешь, взрыв эмоций был после, через день-два после победы. Когда вот это вот в соцсетях весь взрыв, вот это вот, когда люди, которые с тобой лично не знакомы, поздравляют, пишут. Вообще капец. После чемпионата мира там просто жопа была. Я дней 8, наверное, на директора взбирал. Круто. Но это здорово, чуть-чуть поширил, мизинцы на блестящую шагню. Грамотно я человека на риску. Блестящая фигня. Вот мы силовые. Чемпион мира выстрелил с килограммом на 9 повторений в отказах. Отличные силовые. Ну реально, первое противень, ребят, такое, которое убивает. Мы делали спину, поверьте, мы делали спину во вторник. Вы бы, наверное, многие умерли просто после первого нашего упражнения. Могли бы оказаться... Не то, чтобы умерли, вы бы честно могли идти домой, потому что мы проработали все, что можно было проработать. Это нормально. Что делаем? Работаем гантельками. Жмем. Да. Повторение сколько? Слушай, если я смотрю на эти красненькие палочки, на самом деле, в основном. Я думаю, сейчас у тебя выйдет около 12 с твоей скоростью. Ребят, тут не написано, но мы предполагаем, что это 47,5 градусов. 47,3. А, да? Да. Ну, Роман персональный тренер или джимми, поэтому он лучше знает. Я хочу сейчас чуть-чуть вот так вотказал, да. И локти под ключом в то башне не заводить наверх. Вот сюда. Вот сюда. Вот так. Отсюда. Это не было. А? Это сколько было по времени? Секунд было 30. Мне кажется, точно 30? Да. Полкруга. Окей. Рома будет есть сейчас быцашек по 30 грамм в день. Мы так все пропишем. И он потом поделится вообще общими впечатлениями. Потому что вот это такая дозировка, которую, ну, многие, особенно люди высокого уровня, с кем я общаюсь, они как-то отмечают почему-то там 30 грамм. Ну, понимаешь, это очень такое условное, я думаю, 20 будет неплохо и очень много к общему белковому рациону такой объем незаменимых аминокислот. И, не знаю, ты ел когда-нибудь столько, не ел? Я ел только, когда жесткий дефицит уже был. А, ну, это там не почувствую. Там особо, да, такое. Я скажу, на жестком дефиците, ребята, БЦА, на самом деле, вам больше дадут по факту энергии, нежели, так скажем, анаболизма. Потому что БЦА по пути энергии обеспечения организма идут очень, очень легко, дают очень много энергии. Единственное, что это очень, ну, дорогой источник энергии, если быть честными. Да, да. Это как топить печку долларами. Гореть будет, тепло будет, как-то это не... 10 грамм в день, это просто. Он уже, он готов дважды уже тонироваться. Ничего не мешает вам сделать побольше повторений. А тебе ничего не мешает не задирать локти наверх. Я понимаю, что мы устали и как бы пытаемся уже там спожать чем-нибудь, кроме груди. большие пальцы внутрь и гантели сводим ближе. Вот сюда. Нормально, я еще не устал, поэтому делаем. Это было 10 дней. У меня уже давление такое, хотя вес небольшой. Все сюда. Ну, не жму ни плечами, не вставляю локти. Но пытался. Пытался, да. Пожать плечами? Реально тяжело, мне тяжело, я не скрываю того, что факт, что веса небольшие, я достаточно слабенький относительно. Нормально все, я слабее, после отрыва груди. Я все таким каличем чувствую, ребята, мне так плохо. Я жму штану, когда никто не смотрит. Вот, я сразу локти обратно убрал. Вы, ребята, сами не поверите, но я чувствую настолько огромный запас в росте у Ромы, потому что я смотрю на движения, на определенные. И в целом, на структуру. Я понимаю, что тут потенциал настолько еще огромный есть впереди. Ты сдох? Я сдох. Давай, бери гантели по 20 и мы доработаем. Может, опрометчиво, но он сам вечно говорит, я иду побеждать. Он чемпионат мира ехал за кубком сразу. и поэтому то есть квалификация на Олимпию это да, мы выиграем про турнир, но я думаю, что и на турнире мистер Олимпия Роман покажет очень высокий результат, по крайней мере, по форме. Мы это все увидим. Я не знаю, как там судят, это очень такие тоже вещи внутренние. Для нас, для всех, будет важна именно форма. Ну, засветится он там тоже нехило, поэтому ни одной же сдох. Ни одним же девчонкам тащить за всех. Слову, когда я всегда говорил, что я еду на турнир побеждать, и вот это может быть излишне. У тебя так удувает, триндец, такой дрыч, когда приходишь, а потом здоровый. Да, вот, в этом и дело. Я за сценой, когда не на пампе, хожу, на меня даже внимания никто не обращает. Причем, у меня такая структура, знаешь, я кажусь как будто немного залитой. Я распампливаюсь, включаюсь на сцене, картина совсем другая. Вот эта вот кусковатость, сечка вот этого деталей. Я по вторнику тоже понял. Ну, такой ты, ты никак не выглядишь таким сверхбольшим. Абсолютно нет. Покачали, сидит такая, блин. Все, чуть-чуть вот. Какая-то такая пористая структура, губка. Памп приходит, да, да. И в институте ты делал подборочку, где там ты до загрузки и там сцена. Да, 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 пустой. И когда хорошо загрузишься, нормально, грамотно загрузишься и выходишь на пампере на сцену, картина совсем другая. Знаете, есть качки для жизни, есть качки для сцены. Вот Роман или, например, Ашат Кагаманян это спортивные для сцены. В жизни, ну, как бы, конечно, сильные, спортивные, большие, но не... не внушают такого вау-эффекта. Не вау-эффект, а я наоборот краски. Я, что, мне кажется, в жизни всегда все кружу такой пивезес, я на сцене-то не меняюсь. Я сколько ни жру, как бы, у меня куда-то все это... Ну, я иногда даже думаю, может, не грузиться. Ну, просто выжить, как и есть, если разницы нет. То есть, да. Наше четвертое финальное упражнение. Мне нужен немножечко небольшой тратный наклон для нижней фазы движения. Вот. Короче, в общем, я вам буду сейчас жаловаться, ребят. За ебу хватает. Сейчас. А не с избытком. Сейчас проверим, чтобы я не сломал штуку для звука. Ой, 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 ой. Ты где-нибудь ногами зацепишься, чтобы не падать. Собрал лопаточки. Положение рук на таким удобом. Ты пошел, и вот тут я тебе разрешаю увести наверх. окей, понял. И вернулся ты вот сюда. То есть, наше движение вот сюда над грудной клеткой над мечевидным отростком. Так, не заноси по полукругу, веди по ровной линии к этой точке. Потому что я понимаю, что полукругом легче, ты там спиной подтягиваешь. Еще можешь сильнее. Вот, грудная пошла, сюда крепится. То есть, прям вдоль грудной, и теперь обратно вдоль грудной ты сокращаешь. локти меньше сгибаем, но не так сильно. Почувствуй, что меньше их сгибаешь, сильнее по ощущениям тянет грудь. Еще где-то раз в пять тебе нужно выполнить. ощущение, как о грудь. У меня в грудь все угандошено, извините меня за выражение. Это действительно так, когда ты концентрируешься на каждом повторении, сокращаешь ее, дополнительно прожимаешь еще сам, помимо воздействия веса на целевую мышечную группу, тут такая дополнительная работа происходит. Поэтому отчасти еще поэтому рабочие веса не такие большие, потому что она предварительно утомлена уже, веса, соответственно, меньше. Еще, когда дополнительная концентрация идет в каждом повторении, еще меньше можешь работать. Поэтому моя грудь уже все, ну, как бы, звездец. по большому счету. Глубокий вдох в этом движении, он еще и дополнительно помогает грудь растягивать. Грудная клетка наполняется, становится более объемной. Мышечное волокно сильнее растягивается. А на выдохе вы сильнее сокращаете грудные. Видите, у нас такое совсем классическое движение. Мы отводим руку назад, как бы, и наверх. Именно для этого мы сделали небольшой ответственный наклон. Так проще, потому что если скамейка горизонтальная, нормальное движение выполнять не получится. Все, еще два. ввиду последних событий в инстаграме такой охват большой. Да? Да, да, да. Вообще. Ну, спокойно не живется. Да, такое с 250 тысяч до 750. Хочу одну маленькую такую вещь. Я не очень люблю все интернет, эти скандалы, где неудачники кидаются кокошулями, но в меру своей работы вынужден обращать внимание. И вот хочу одну вещь объяснить. Людям написали, что Рома выступал и в своей ростовой на пищу турнира Аксона Гришиной. Хотя замерили рост такой же чемпионате России, чемпионате мира, но это, наверное, никому не важно. Но хочу маленькую вещь объяснить. Видите, когда человек является абсолютным чемпионом, значит, он выиграл у всех чемпионов всех категорий. Вот если бы он в абсолютке проиграл, тогда бы, да, можно было сказать, что вот он занял чужое место, и за него кто-то мог там где-то выиграть, но когда человек абсолютный чемпион, какая разница? То есть он чемпион среди чемпионов всех категорий. Значит, он бы выиграл любую категорию, и опять бы было абсолютно. Поэтому, ну, конечно, хочется, наверное, как-то дискредитировать, а у кого-то есть обида, потому что реально спортсмены трендов много сильных, были сильные ребята, но там судьи не слепые, у них есть свои критерии, свое понимание. То есть я там тоже на шутер-ротовом костик не понял, почему я стал вторым. Вот я не понял. Ну, как бы, мне сказали, что ты все молодец, типа, проезжай еще, выиграешь, типа, покачайся просто немножко. Вот я понял, ну, покачаемся, окей. Пиши на выдохе наверх, если ты там блеща. Ты понимаешь, что устали мы? Руки давай, не проебывайся, давай. Вот, пошла сюда рука. выше, ну, ко мне. Само, вот сюда. И вот теперь обратно. О! Хорошо. И вы все всегда сами знаете, как правильно делать движение. Контролируйте себя. Не давайте себе поблажек. Нужно проверить, хорошо ли под тренированной грудью. Давай. Нужно просто пойти к брусьям и отжаться два раза. Я отожмусь. Если бы мы это сделали после жима, не факт, что это было бы. Трицепс, то все равно. Ну, молодец. Ну, это такие... Четыре раза. Тренинг закончен? Нет, мы делаем кардио в конце. Мы каждый раз делаем кардио. Это все понятно. Грудь мы сделали. Мы молодцы. Ты молодец. Мне нравится. У нас есть традиция. Ребятам пожелания. Пожелания? Давай, да. Пожелания. Да, не знаю. Берегите себя, берегите своих близких, берегите свое здоровье. Подходите ко всему с умом. Обязательно 7 раз отмерьте, прежде чем 1 раз отрезать. Вот. И вот сейчас, если вы смотрите этот ролик, и ваша вторая половинка рядышком где-нибудь с вами находится, подойдите. Скажите, как сильно вы ее любите и поцелуйте. Ну, вот так вот. Ну, теперь мы ставим лайк, ребята. Мы пишем коммент, потому что... Что вообще думаете про нашу тренировку для дрыщей? А еще лучше попробуйте эту тренировку провести в зале и поделитесь своими впечатлениями. Как вам зашел такой метод тренировочный, может, такая структура построения тренировки. Очень интересно, как отзовется ваша грудь на подобную нагрузку. Особенно интересно, конечно, ваши чувства после первого упражнения. Ну и небольшой бонус для вас для отсечки начала нашей подготовки. Мы снимем в конце форму, чтобы вы посмотрели. Надо было когда-то дрыщь, чтобы это проглядывали. Да ладно, пусть на пампе я чуть побольше буду. Мы всегда будем снимать на пампе. Да еще раз мы снимем в начале. Тогда будет регресс. А потом поменяем местами картинки и скажем, смотрите, как он накачался. Разница в полтора часа.